В этой установке на свободно вращающейся оси закреплен алюминиевый диск. Под диском находится катушка из 200 витков медного провода с железным сердечником. Подадим на катушку переменное напряжение с амплитудой 15 вольт и частотой 350 герц и прикроем часть сердечника медной пластинкой. Диск постепенно набирает обороты, вращаясь по часовой стрелке в сторону пластинки. Остановим диск и прикроем пластинкой часть сердечника с другой стороны. Теперь диск вращается против часовой стрелки, опять в сторону пластинки. Чтобы диск вращался, надо закрывать пластинкой только часть сердечника, поэтому это устройство называется электродвигателем с затененным полюсом. Объясним, как работает этот двигатель. Катушка, через которую пропущен переменный ток, создает переменное магнитное поле. Это магнитное поле наводит в алюминиевом диске переменные вихревые токи Фуко. Такие же токи Фуко оно наводит и в медной пластинке. Эти сонаправленные токи притягиваются друг к другу, и у силы их взаимодействия есть горизонтальная компонента, которая заставляет диск вращаться. При этом диск движется, а токи в нем стоят на одном месте, над сердечником катушки. Так что на диск действует постоянная сила, из-за которой он вращается все быстрее и быстрее. Этот двигатель имеет аналогичную конструкцию, но вместо медных пластинок здесь использованы две пары короткозамкнутых медных витков, играющие ту же самую роль. Двигатели с затененными полюсами просты в изготовлении и недороги, но их мощность невелика и КПД невысок. Поэтому они применяются в маломощных устройствах, в основном в вентиляторах. Какие же обороты развивает наш двигатель? Мы измерили скорость его вращения с помощью фотоворот. И оказалось, что диск разгоняется целых две минуты и достигает частоты вращения 5 оборотов в секунду, после чего его обороты уже не растут. Но ведь на диск продолжает действовать разгоняющая сила. Почему же он не увеличивает свою скорость? Значит, здесь должна быть какая-то тормозящая сила, нарастающая с оборотами. Что же это за сила? Свои соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.